доброе утро всем я позавтракала сейчас достала сегодня у меня будет на обед поэлья я достала размороживаться морепродукты мясо буду делать поэлью миксту так у меня тут еще машинка стирается как раз можно за заливать и пойду на зарядку становись на зарядку до одной рукой неудобно сейчас погоду вам покажу у нас сегодня замечательная погода снега навалило в горах сейчас покажу кто там чарли кто там тут так вот он подсматривает за всеми даже сегодня кофту не буду надевать ветра нет чихать охота классная погода на море шторм все равно херашит а я пойду заниматься сегодня занятка занятка занятие будет сложно и не там посмотрела его откладывала как могла но нельзя снежок хотите посмотреть хотя у вас наверное в россии снег сегодня смотрю в инстаграм снег выпадает весна холода одинокие дома я сегодня в майке вышла пришлось взять с собой сумку в ней идет всякие там гель для рук в общем раньше это было футбол как она называется не знаю но спортивного костюма там карманов дофига 1 кладешь там и наложишь и ключи и все на свете сегодня вот все я помню у меня где-то была сумка такая поясная я тоже с ней спортом занималась но когда ходила по моим полям когда даже мне разрешат может быть скоро разрешат политики там в общем как всегда ругаются что детям и не разрешают вроде никому гулять ходить ну хотя бы вот где нет людей зато говорят все в магазинах толпятся и в метро все ходят говорят логики никакой нету может придут каком-нибудь и ведет про про детей они тоже все спорят кто такой мог придумать что детьми можно только в магазин но это абсурдно поэтому закон 100 процентов поменяется и может быть что нибудь придумать потому что я тоже так думаю но нелогично смотрите я в полях ходила когда с чарли гулять там вообще ни одной души не было другие люди ходят в меркодону по три раза в день толпятся где логика нет никакой логики правильно я бы тоже могла в меркодону ходить то за хлебом то за молоком то еще зачем-нибудь но так как я ответственный человек то нафиг я туда буду ходить да и вот я я вообще бы предложил им знаете как например видит полиция кучки там из людей то есть если видит полиция человека одного ну как я например сейчас хожу да то чё меня арестовать я никому никакого вреда не приношу а вот если видят группу там из трех четырех человек то да можно и как говорится ну предупредить или там штраф даже какой-то влепить но не 600 евро извините меня у людей так денег нету а 600 евро я бы знаете и за 100 наверное тоже бы не кучковалась а за 600 то вообще вот в общем не знают они конечно это ситуация новая для наверное всего мира потому что таких пандемии уже давно не было непонятно с какого времени и не знают как что и делать вот там два мужика стоят ну расстояние между ними может быть полметра стоят базарят в масках но базарят один в маске другой нет вот такие вот дела так вот про сумку надо же эту сумку на навешивать на себя потому что с это как-то не очень удобно хоть даже и на этом пятачке но все равно все цветет все растет вообще смотрите как все меняется такие дела чем там туда-сюда пройдусь туда-сюда обратно и пойду паэлью делать на обед как я уже наверное говорила будет сегодня паэлья я сейчас тут нарезала овощи перемолю их в роботе и зажарку сделаю тоже там вот зачем париться если разные гаджеты кухонные правильно рукой это делать невозможно зажарка готова теперь приступляем к основному блюду мяско поджариваем меня рецепт есть на канале так что заходите в плейлист в рецепте очень простая быстрая поэлья и обалденно вкусно не обалденно не единственное что у меня нет бульона рыбного обойдемся без него хочу морскую капусту добавить сушеную вместо бульона рыбного как вам такая альтернатива вкус необычайный дает морская капуста поэтому вот такой у нас сегодня обед паэлья вкусняцкая вкусняцкая с морской капустой но это наш с вами секрет так и ходим от дивана к кухне кухня от дивана может удоел свои эти булочки которые я покупала валькампу пластик надо в пластик выбросить и кстати выброситься сегодня паэлью мы смотрите сколько еще там на один раз осталось муж сожрал две тарелки говорит очень вкусно правда очень вкусно получилось быстро и легко тоже чай пила с конфетками чай пила с конфетками с птичьим молоком и вот хожу сейчас пойду с чарли погуляю а потом у меня не сумба а бодибаланс что-то такое какое-то занятие я один раз попала на него но не знаю понравится не понравится посмотрим еще я тут рассыпала вермишель шкафчики лазила лазила и рассыпала семечки доставала я очень люблю семечки зависимо на семечки поэтому а я говорю вы мало все тут еще и все оказывается в свекольном этом помочь что ли помой наверное а то все в свекольном этом смотрите я думал что я вчера нормально вы вы мало а сейчас солнце здесь светит все видно пойду по мою прям видно хрюндель какая и потом как раз чарли пойду по мою по это погуляю я заодно все их вы мой вот эти штуки посуды я сейчас не мою живот как на карантине сидим ни разу посуду не было не ну так мою когда готовлю что мне нужно по ходу дела а вот если после еды я к посуде не подхожу это обязанность мужа он тоже должен что-то делать правильно не все я так я готова готовить хоть каждый день по пять раз когда не мыть посуду я люблю готовить но не люблю быть посуду ну вы уже на альпоне омени не сейчас тебе водичку поменю в общем да сейчас помоем быстренько а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Дыхалки не хватает А вот попрыгать там, потанцевать, знаете, такие спортивные танцы, это мне нравится. Поэтому включила, побесилась. Ой, погода вообще шикарная. Чайки. Чай, нет, это не чай, это ласточки. Они меня обливовали сегодня в мою крышу, видите? Накакали то, что надо. В общем, прям даже не накакали, а насрали. Причем в одном месте только. Как-то странно, видите? Тут ничего нету, а тут есть. Кстати, вот многие, ну не многие, я знаю, что на крышах запрещено заниматься, выходить, гулять. Но это на крышах общественных. Вот у кого есть дома такие, общественные крыши, где одна крыша на всех жителей. Там они вешают белье, еще что-то. У нас крыши, наши собственные, на каждую квартиру, как говорится, по своей крыше. И поэтому это все то же самое, что у людей есть большие балконы, террасы или еще что-то там, лоджии. У нас вот есть крыша, она частная. На эту крышу никто больше не зайдет, и поэтому на таких крышах разрешено. Вообще запрета никакого нет, поэтому как бы я тут занимаюсь прекрасно. То есть это моя крыша, а мой вход, мой выход, это как, знаете, людям запретить на балкон сходить. То же самое. А вот на общественных, да, там не разрешено. Ну, логично, правильно, на общественные все сейчас попрутся весь дом. И, естественно, он тоже на то же и выйдет. А на мою крышу никто не залезет. Кроме меня, Чарли и мужа. Буду белье снимать. Не знаю, я люблю стирать, вешать белье и снимать его. Раньше очень сильно любила гладить. А сейчас практически все вещи, они не знаю, то ли машинка, то ли что, почти не глажу никогда ничего. Ну, если там рубашки какие-нибудь, знаете, ну, у нас в офисе никто не работает, поэтому рубашки особо и не носим. Ой, ну, блин, красота такая вообще. Погода шикардос. Хоть бы все закончилось это до тех пор, когда... Вот, например, смотрите, вот там вот, видите, я вам сейчас покажу. Вот это вот тоже, типа крыши. Видите? Вот это. Вот, они там уже сделали себе... Вот, вот, тоже крыша. Вот это тоже крыша. Вот. Они просто ее заделали, сделали козырек такой и все. Это уже не крыша, правильно? Крыша. Также она остается крышей. Но это частная крыша, потому что она вот только им предназначена. Кстати, они никогда туда не выходят. Но вот дня два назад мы видели, муж даже офигел, говорит, смотри, дверь открыта, там кто-то ходит. Они выходили. Ну, там пожилые люди живут. Ну, как пожилые? Ну, да, 65-70. Ну, не пожилые. В Испании 65-70 не пожилые. Это средний возраст. Здесь 80 пожилые. Так что вот так вот позанималась хорошо. Завязочку, завязочку надо снять. Белье буду снимать. Пойду в душик схожу прямо. Вы знаете, днем как-то сюда неохота заходить. А как-то раз зайдешь, думаю, что я не пришла сюда, не позагорала. Не люблю загорать. Поэтому и не пришла. Сериал смотрю, закрытая школа, никак не закончу смотреть. Все смотрю и смотрю. Там вот море, ну и море я вам каждый день показываю. Вот видите, здесь у всех крыши есть. Там вот, видите, люди тоже на крыше с детьми. Все вот там спортом, вот там подальше спортом девочка занималась. Ребятишки играли в футбол. У нас вот соседи с той стороны тоже играли дети в футбол. Поэтому вот так вот. Частные. Ладно, пошла я. Хватит вам. Смотрите, какое у нас солнце, красивый закат. Вам не видно. Вам не видно. Когда вот так выходишь, смотришь на все и думаешь, что все замечательно, жизнь прекрасна и никакой фигни нет. Заходишь домой, включаешь телек. Или просыпаешься утром и тебе не надо никуда бежать. Сегодня одна клиентка, кстати, мне пишет такая. Смешная она. Говорит, Оксана, что там, когда можно к тебе прийти? Ничего еще не знаешь. Я буду первой твоей клиенткой. Мне так смешно стало. У меня уже очередь, наверное, человек десять-пятнадцать. Первых, представляете? Все первые хотят быть. Ой, я не могу. Мне так смешно. Но я не стала ей объяснять, что впереди нее уже человек пятнадцать есть. Поэтому я говорю, ой, я не знаю когда. Но, говорю, скоро, скоро, скоро. Она говорит, мы там уже с ума сходим. У нас уже тут крыша едет. Я говорю, что у вас? А у нас что, не едет, что ли? Так что вот так вот. Она у меня будет первая. Ну, так она меня насмешила. Она американка. Но живет прям соседка с моей парикмахерской. Я, говорит, первая буду. Она, знаете, она всегда делает мелирование трехцветное. Вот. И она прям перед карантином. Прям буквально за два дня. Она мне пишет смс. Говорит, Оксана, я к тебе приду. Вот мне пора уже делать. Я говорю, да, да, конечно. Потом через десять минут пишет. Говорит, ой, не получается. Я, говорит, тогда на следующий. Мы, по-моему, в субботу последний раз я отработала. Она как раз в пятницу мне звонила. И говорит, не получается, я тебе тогда во вторник приду. И нас закрывают на карантин. И вот она мне пишет. Говорит, я буду первой. Видно, не судьба. Видно, не судьба. Видно, нет любви. Видно, нет любви. Видно, надо мной. Видно, надо мной. Посмеялся ты. Летают гады, срут, блин. Еще на голову мне. К деньгам. Все, друзья, я новый человек. Наверное, сегодня апельсин съем. Мы делили. Ой, что я вам там показываю. В общем, после душа почему-то так себя чувствуешь замечательно. Не знаю, почему. На всех так влияет душ или ванна. Я ванну не принимала очень давно уже. И как-то, знаете, мне не хочется. В Испании не очень-то принято принимать ванны. Они маленькие и неудобные. И, в общем, чтобы наполнить ванну, нужно целый вот этот вот бачок бутана газовый истратить, скажем так. Вот. Мне как-то могла бы, конечно. Я как-то однажды наливала, но особого такого чувства и кайфа не испытала. Не знаю, почему. Вот чуть наяривает. Вообще не замолкает. Ни минуты не замолкает. Потому что, видимо, слышит либо телевизор, либо это. Когда все молчат, он тоже молчит. Когда замолкает, то и он замолчит. В общем, любитель попеть. Встретимся с вами завтра. Сейчас пойду думать, что на завтра приготовить. Даже не... А, мужу мясо есть. А я буду доедать все, что там есть. Еще и плов... Ой, плов. Ну, плов испанский, да. Паэлья осталась. Макароны эти остались. Рисовая лапша. В общем, еды дофига и больше. Так что, может быть, готовить-то ничего и не буду. Встретимся с вами завтра. Всего самого наилучшего. Будьте здоровы. Всем пока-пока.